Всем привет, это новости на Азда ТВ. В Таджикистане заявили о ликвидации вооруженной группы, проникшей из Афганистана. Госкомитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что трое вооруженных представителей организации Джамат Ансарулох нарушили таджикско-афганскую границу, проникли на территорию страны и были ликвидированы спецслужбами. При этом инцидент произошел в конце августа, однако силовики сообщили об этом только сейчас. Трое членов Международной террористической организации в преддверии Дня государственной независимости незаконно пресекли линию таджикско-афганской границы на охраняемом участке, прилегающем к селению Кеврон Горного Бадахшана. Все они были ликвидированы, заявили в ГКНБ. О потерях среди таджикистанских военных и силовиков не указывается. Власти сообщили, что убитые находились в розыске за незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории других стран. Они якобы заранее переправили из Афганистана и разместили в схронах крупную партию вооружения, взрывчатки и денег. Мамали Рахмон попросил инвестиции у немецкого чиновника. Таджикистанский диктатор Мамали Рахмон, которого его сторонники называют не иначе, как основателем мира и национального единства, встретился с диктатором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармасом. Как сообщили в пресс-службе Рахмона, на встрече были обсуждены перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Таджикистана и Германии. Как и при любой встрече с другими европейскими гостями, Рахмон попросил денег якобы на укрепление экономики страны. «Было признано необходимым налаживание эффективного сотрудничества по привлечению все большего объема немецких инвестиций, инноваций и ввозу новых технологий из Германии в приоритетные сферы Таджикистана», — говорится в сообщении. «Думаем, немецкие инвестиции очень пригодятся Рахмону на обновление автопарка для многочисленной свиты и новые дворцы, а то старые уже поднадоели». Такаев заявил, что Казахстан должен выпускать бронетехнику и дроны. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев считает, что страна должна самостоятельно выпускать бронетехнику, беспилотники и стрелковое вооружение. «Все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. Оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности армии», — заявил президент. По его словам, сейчас армия страны зависима от импорта, и эту ситуацию нужно исправлять. «Недавно в стране обновили военную доктрину и начали реформирование армии. Такаев считает, что стране надо быть готова к гибридным войнам. Армия Казахстана должна быть готова к любому вызову. Это главное требование к современной и профессиональной армии», — считает он. В Кыргызстане запретят отапливать дома зимой электричеством. Заместитель министра энергетики Талайбек Байгазиев заявил, что в стране в этом отопительном сезоне планируется полностью запретить электроотопление. По его словам, сейчас наблюдается низкий приток воды на основные ГЭС страны. К тому же потребление электроэнергии в стране за последний год выросло на 10%. Электроотопление планируется запретить, но каждый дом получит свой лимит электричество. Предварительно это 5 кВт. Никаких веерных отключений зимой не будет. В каждой семье будет свет. Его хватит на холодильник, плиту и телевизор, — сказал Байгазиев. Чиновник также призвал кыргызстанцев экономить электроэнергию. По его словам, в районах с газовыми сетями есть возможности подключиться к газу. Все населенные пункты будут обеспечены углем. Это все новости на сегодня. Увидимся на просторах интернета. Продолжение следует...